Бывший помощником Ну и локомотив приехал в Саратов в следующем составе Марди Коллинз под первым номером Кеннет Габриэл второй, Евгений Бабурин четвертый, Кевин Джонс пятый, Владимир Ильев десятый Мэтт Дженнин двенадцатый, Дмитрий Хвостов тринадцатый, Ян Льюкос четырнадцатый, Андрей Зубков двадцатый, Денис Захаров тридцать первый, Райан Брёхов сорок пятый Илья Усольцев под семьдесят седьмым номером сегодня заявлен За команду впервые проводящего свой матч в единой лиге ВТБ Сашей Абрадовичем Назвал локомотив на прошлой неделе На этой неделе, собственно, фамилию своего нового главного тренера Всего один матч провел, замещая его Владимир Иванович Возможно останется в истории единственным тренером Который с положительным балансом закончил этот чемпионат Руководство команды локомотив, скажем так Поскольку Иванович руководит Бабурин, Коллинз, Зубков Ковуюкас И Дмитрий Хвоздов Наконец-то В связи с травмой Тейлора Рочести Вернувший себе место в стартовой пятерке Защищает сейчас маленький локомотив Очень неплохо при помощи Коллинза Против Минерата Но передача идет на другую половину Колесника бьет из угла Не точно Последняя победа Автодора На своем паркете Единственная датируется С декабрем Началом декабря 2014 года С пересом 4 очка тогда победили Железнодорожников Бабурин Первые 2 очка за Лока Верни Бабурин В проходе в центр трехсекундной зоны То же самое пытается делать с разгоном Майкл Стонтон Центровой Лока Вуюкас останавливает его С нарушением правил Майкл по фигуре Точно похож со спины На своего знаменитого отца Но пока, наверное, даже не является его тенью А Джон Клименко Отвечает за Автодор Сравнивая счет в матче Опять-таки против Хвостова Но у Димы шанса против Великана Саратовского не было В этом эпизоде Хвостов против Стоктона Обходит Майкла И, по-моему, так не отсюда показалось Ударил себе в коленку Но поскольку арбитр был гораздо ближе Поэтому мяч он уверенно отдает Игрокам Локомотива Хотя на повторе тоже было видно, пожалуй, что Дима сыграл себе в колено Коллинз Бьет со средней дистанции Тут же быстрый отрыв В исполнении Колесникова Он останавливает мяч уже на лицевой Клименко еще раз попробует бросить со средней Против Уюкоса уже посложнее И вот проблема Ян Уюкос Основной центровой лока Получает свое второе персональное замечание На самой ранней стадии Этой встрече Замена Замена в команде гостей На площадке Кевин Джонс Кевин Джонс Выходит далеко не Самый мощный игрок лока Но я уже неоднократно отмечал В своих репортажах На матчах Локомотива В этом сезоне Что большого Хорошего Лока Очень и очень не хватает Идеальные габариты 2-14 114 Для центрового Артема нужно продолжать расти Оставаться в обойне Российской специальной команды За спиной Может быть и за спиной Дима Мозгова Хорошая атака лока Проход в лицевую Скидка за спину защитнику И Джонс Вновь выводит Локу вперед 6-4 Пока Клименко Пока Клименко Сражается в одиночку Пусть и с помощью товарищей Сейчас после передачи Мини-Радар Против Локомотива Счет в этой дуэли 6-6 Буду стараться Не упускать Нити игры Пока у нас с графикой проблемы Андрей Зубков Не стесняется атаковать С таких расстояний Часто ему сопутствует удача Но не в этот раз 6-6 Не прошел пас На этот раз На Артема Коллинз Не сильно продвинулся к кольцу Вынужден отыграть назад На Хвостова И здесь Дима с зависанием Атакует сам Передача не проходила 8-6 Мини-Радарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар И открывает свой лицевой счет. И вторая попытка удачна. 8-8. Четыре команды пола. Угнати в Кубани в первом периоде матча. Да, Хвостов сегодня, я думаю, поиграет в волю. Ну, собственно, и может быть поэтому его уверенность к Диме вернулась. И с возвращением в стартовую пятерку уже 4 очка своей команды он набрал в этом матче. Стоптоно пытался выжить сейчас Дима Хвостов. Заставил ошибиться американца. Пробежку находят арбитры. Четыре минуты позади в матче. Локон получил владение. Вместо Стоптона, по-моему, сейчас появится против своей бывшей команды. Колюшкин. Джонс со средней бьет переднюю дужку. Бабурин немножко опоздал сейчас, но Фрейзер промахнулся. Колюшкин. Колюшкин. Один из лидеров в локомотивах в последних матчах. Разыгрался постепенно Марти Колюшкин. Берет на себя роль лидера. Причем так уверенно выглядит по многим статистическим показателям. В частности, пусть немного набирает очков, будучи лидером по этому показателю 12 вольт. Ну, в общем-то, неплохо раздает, неплохо подбирает. Двойная замена. Выходят ветераны, можно сказать, локомотива. Дженнинг и Брокхоф. И какая ошибка тут же на выбросе. Райан Брокхоф вынужден фалить Марти Колинс. Вот что называется, не войти в игру. Немножко в корпус подталкивал все равно Колесникова Колинс. Вроде бы сверху накрывал чисто. Езжение Колесникова. Вот попробуй сделай бокс-аут. Но удалось это Кевину Джонсу против Клименко поставил таки спину. Но здесь, посмотрите, как сыграл Колюшкин. Разве что очередь владения принадлежала на этот раз локомотиву. Против своего прошлогоднего коллеги Дженнинга. Вы знаете, они примерно одинаково от габаритов. Кольшкин принципиально выступать не будет. Активно. Но Дженнинг отдает Колинсу высокая траектория. Это Кевин Джонс отвоевал пространство в трехсекундной зоне. Артем Клименко нарушает правила. 10-9. Минимальное преимущество локомотива. Середина первой четверти. Кому выбросить? 5 секунд дается на выброс мяча. Дженнинг. Сам будет стаковать. Нет. Передачный периметр. Не готов. Опять Брехов. Тяжелый бросок в лицевую. Пытался добавить в одно касание Джонс. Откуда-то из-под юбки буквально. Минерат Сентрит против Брехов. И в одно касание отправляет мяч кольцо. Буквально сантиметр полезного пространства отвоевав. 11-10 повел Автодор. Из-под Клименко. Из-под Клименко тяжелая атака. Артем на свободное место отволеболивает мяч. Там первым к нему успевает Мэтт Дженнинг. Брехов. В фирме атака Райна Брехова прошла наконец-то с третьей попытки. Уверенно. 13-11 качели. Ой-ой-ой, еще раз, посмотрите, как долетел вместе с Зубковым до кольца Минерат. Мощный парень после такой передачи. Мяч пролетел по площадке. Это Колюшкин, мастер таких передач. Как они друг друга подкармливали, я помню. Да и Зубкову давал он такие передачи в Локомотиве. И когда еще Макс Григорьев был в составе. Ну вот 2 плюс 1 у Минерата. И Минерат. Замьяна в команде гостей. На площадку вернулись Кенни Габриэл и Дмитрий Квадров. В команде Автодор на площадке Майкл Каррера. 14-13, Автодор. Впереди Каррера меняет. Колесникова. Мэтт Дженнинг. Мяч вернулся в игру. И тут же Дмитрий Хвостов сам выходит на площадку из угла. Здесь тоже спасает мяч. По-моему уже Макс Колюшкин из-за лицевой. Ах, чуть-чуть пролетел мимо мяча Броков. Минерат атаковал из-за дуги. Ну вот характер сегодняшнего матча определен. Много поединков претендует на центральный матч Тура. Например, никто не ожидал суперупорного матча в Астане, где лишь во втором овертайме казаки одолели Енисей с отчетом 98-97. Макеев получает персональное замечание при атаке. Есть возможность вновь выровнять ситуацию в матче. Ну вот теперь только выровнять у Кевина Джонса, поскольку первый мяч он промахнулся. 14-14 за три минуты до конца первой четверти. Фрейзер с мячом. Колюшкин. Дмитрий Хвостов, номер 13-й, командор Максим, первый фолк. Хвостов получает персональное замечание. Так, сейчас Максим. Поскольку не знаешь, чего от него ждать, всегда готова к передаче, но сейчас здорово завис в воздухе. Жертвой этого обманывающего элемента стал основной разыгрывающей сборной России. И Максим Колюшкин. И замена по автодору на площадке Томислав Зубчич. Звонок выводит. Автодор вперед. Томислав Зубчич меняет. Ника Минерата. Габриэл. Так плотно и очень здорово в обороне сейчас автодор. Успевают везде. Хорошо поддавливают. Дженнинг проход в лицевую зависание. Накрывают его. Уверенно саратовцы. Перевод на другой фланг. И Колюшкин. Зашли по малинке сейчас. 19-14. Трехочковое попадание Максима Колюшкина. Это же потому, что соперник чаще прибывает штрафным. После нарушений правил 14 атак, 6 результативных у автодора, 5 из 8. Процент, кстати, неплохой с игры. Хвастов против Колюшкина. Хорошая дуэль. Колесников, как атакующий защитник, не слишком уступает, как мы с вами видим, вот по центровому сегодняшнему локомотиву Кевин Джонсу. Автодор только на восьмой минуте набрал 4 персональных замечаний. Абрадович уже спорит с Авиновым по поводу какого-то эпизода. 13 секунд владения еще есть. Об атаке нужно думать постоянно. Хвастов сейчас очень неплохо задумал. Исполнил, правда, на троечку, скажем так, Каррера. Близко к пробежке, внизу у него убивают мяч, и сам он его отправляет сейчас за пределы площадки. В этой борьбе. Фактически проигранный. С заменой от команды гостей на площадку вернулся Марти Коллинс. Марти Коллинс вернулся на площадку. Вместо хвостового вновь и тут же результативные действия. Третье персональное замечание. Это тоже проблема команды Мокина. Фрейзер тут же меняет Колесникова. Клименко выходит на позицию центрового. А Коллинс забрасывает бонусный штрафной и сокращает отставание до двух очков. Навес хороший, здорово! Пролетает в лицевую Майкл Каррера. Отличная комбинация на алиут. Атака в лоб. Передача Джеймс прошла. Держится за нос Брокхов. Ну, Авинов сейчас говорил, что игрок упал на Брокхова. Но сфалил-то как раз действительно после броска Артем Клименко. И это нарушение явно и не заметили арбитры. Вполне возможно, что технически все-таки получил Райан Брокхов. Нет. В борьбе за позицию Кевин Джонс. Получает персональное замечание. Первое появление Владимира Юлева. Заменил он Кевина Джонса. Последняя минута идет четверти. Клименко уже показал себя. Уверенно. На линии штрафного броска. Реализует уже третий в этом матче. 22-17. Не смог поднять траекторию, хотя техника исполнения вроде была идеальна. Клименко получает второй фолл. Трехсекундный зон, не придерживая Юлева. Второй фолл. Артем Клименко, номер 12-й. Экзамен для Юлева. Который он не сдает с первого раза. Два штрафных мимо. 22-17. Счет не изменился. Неумышленная игра ногой, но явная. Фрейзер получает мяч из-за боковой. Зубчич в плечо Брокпуфу. Передачу делает. 8 секунд владения остается у Автодора. Наверное, секундочку-то можно было запустить. Коснулся мяча Рейн Брокхов. Пока мячик уходил за пределы площадки. Но отодвинули игру от своей штрафной. От своей трехсекундной зоны. Баскетболиста Локомотива. Шесть секунд владения на бросок. Да, шесть секунд владения. Две секунды. Вычли арбитры. Хорошо. На двоих разыграли Клименко. С Зубчичем, с Фрейзером, простите, атаковал Зубчич уже со второй передачи. И вновь отвоевали себе 14 секунд владения подбором на чужом щите. Игроки Автодора. Фрейзер. Уходит мяч в аут. Никак не закончится первая четверть, но остается... Замена Автодора. Всего ничего. Одно касание буквально. Успевает провести атаку Марти Коллинз, но... По итогам первой десятиминутки гости уступают. Пять очков, 22-17. Колюшкин остается на первом номере. Гораздо увереннее выглядел он своего... Товарища по команде Майкл Стоктона. И пока Мокин, видимо, определился с разыгрывающим. Основным в этом матче. И атакует из-за дуги Колюшкин. Пытается подобрать мяч. Макиев оказывается первым на мяче. Сфалил Андрей Зубков. Почти достал мяч Ивлев. Ну так, периферическим зрением буквально. Фрейзер. Передача на короткие. Два штрафных Макиев зарабатывают, врываясь в трехсекундную зону. Мы Женин, номер 12-й. И команда Латоматиев Кубань. Первый пол. Почему-то вспомнилась мне, как команду Абрадовича обыгрывал еще в Туле тульский арсенал в составе с Вадеевым, Суавьевым, Петренко, Антиповым. Интересное было время. Зубков хорошо раскачал двух игроков. Отдал передачу на забытого Ивлева. Наконец-то первые очки у второй четверти набрало Лока. Колюшкин, бомбочка. 26-19. Семь очков. Для такого поединка, в общем-то, это прилично. Повезло Коллинзу. Переваливается мячик через дужку. Коллинз по-прежнему лучший в Локомотиве, как и в большинстве, пожалуй, первые матчи этого сезона 26-21. Но Автодор пока защищается поинтереснее. Макиев. Опасная передача. Тем не менее, до Зубчича она доходит. Тот промахивается из-за дуги. Коллинз. Хороший пас и два очка с фалом от Владимира Ивлева. 26-23. Колюшкин исправил ситуацию. Вместо Макиева. Минерат. Возвращается основа Автодоровская. Ну, Владимир Ивлев по-прежнему со штрафными не может совладать. Третий промах. С точки. Карера. Одной правой положил на лопатки. Еще и пятерку локомотива. Хорошо сейчас стягивал на себя внимание Ивлев. Освободил из зоны для Коллинза. Ловко он просочился под кольцо. 28-25. Минерат. Ай-яй-яй. Замена Автодора на площадку вернулся. Ай-яй-яй. Коллинз. Отличный пас. И еще одна передача в разрез должна была пройти от Зубкова, но сфалил Карера. Срывая эту атаку. Да, исправились арбитры. Сначала кто-то посчитал, что это была попытка атаки, но Семен Авинов, как главный, принял решение, что из-за лицевой выбрасывается мяч. Свободная атака Зубкова. Никак не может пока попасть, но подбор на чужом щите делает Райан Броков и 28-27. Не три очка, а два, но всего очко дистанция между командами. Погоня почти удалась. Дженнинг против Минерата. Опять силы неравны здесь. Однакат защищался чисто на ногах. Дженнинг заставил ошибиться оппонента. Коллинз против Стоктона помощнее будет. Продавливает и зарабатывает право на два штрафных. большим количеством легионеров, некоторым нашим наставникам. Так, Марти Корринс. Да, штрафные сегодня явно не сильное место. Локомотива два из семи в этом матче. и тем не менее Коллинз становится первым игроком локомотивом перешедшим отметку в 10 наборных очков. 28-28 вуюхо локомотива вуюхо против Клименко с двумя персональными замечаниями. Здесь Артем не опасен. Загружает минерата. Того вытесняют к лицевой. И он сумел выбросить в ноги Андрея Зубкову. здесь прозевали фрейзера. мяч защитен райан брокхов номер сорок пятый команд локомотив. Первый фол. Первый фол райану брокхову бросившему своего игрока пытавшемуся помочь. Но Автодора получше со штрафами. 12 из 14 первое появление Остапковича. 31-28 вновь локом роли догоняющих. защищается Клименко активно. И быстро отрыв исполнения Автодора который завершает минерат. 33-28 3-28 Третий фол Артему Клименко. Придется поменять сейчас Артема. опасная ситуация. Возвращаются два наших защитника Хвостов и Бабурин у локомотива. Два россиянина. 4 команды в голову в основном периоде мальча. Олян вновь оставляет мяч себе под бросок. Клименко блокшот от Вуюкаса. И четвертый фол Артема Клименко на ровном месте. Абсолютно глупый фол. Вот теперь замена. Клименко набравший к этому моменту 7 очков уверенно начавший это следующий подустал явно. Макиев возвращается на площадку. А локомотив уже бьет штрафные. Больше пяти командных замечаний у соперника. Наконец-то 2-2 пробивает игрок локомотива. Бурьян Льюкас 33-32. Фрейзер на периметр и свободная атака и 3 очка Антона Остапковича. Армейского воспитанника очень неплохо владеющего этим элементом. локомотива. Бурьян на лицевой. Минерат опередил Зубкова. Фрейзер на 2-их забрали этот мяч Зубков с неплохо сработал здесь лицевую Бурьян на время это уходит и Евгений Бурин зарабатывает права на сколько? На 2 штрафные. Гоги и Макеев номер 7 с 7-й команды 1-й мгл замена в команде гостей Макеев 2 очка пока А в этом матче теперь три. И еще один промок. С линии штрафного броска. Уже шестой в этом матче. 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 Сейчас Топкович нарушает правила на Кевине Джонсе. Столь же часто, как соперник в первой четверти, во второй игроки локомотиву стоят на линии штрафного броска, но пока не очень много выгоды получают от этих штрафных. 36-34 после первого штрафного заброшенного Джонса. И 36-35. Чуть меньше трех минут до конца первой половины. Здорово. Здорово. Здорово отдает с тортом сейчас наворвавшегося в бэкдор Фрейзера. Фрейзера. Женин. Пока с периметра. Не получается ни у тех, ни у других. Зубчич. Тяжелая атака. Надо дать уйти мячу. Замена автодора на площадку вернулся Евгений Колесников. Колесников вместо только что отличившегося Фрейзера. Ну и напомню, что у Колесников три профессиональных замечания. Тренер просил без Фала. Колесников не сфалил. Поэтому освободилась свободная зона, которую проник сейчас Кевин Джонс. 38-37. Мини-Раб. Ай-яй-яй, какой мячик сейчас засчитал Иесевичус. Кини-Габриэл, номер здоровья командана Домасеев, первый пол. Ну фактически дав умышленное замечание сейчас Габриэлу, пропустившему игрока и сфалившему уже потом со спины. Ну и справился Габриэл, взяв подбор после промаха Мини-Рата. А не коснулся хвостов мяча. Кто-то из защитников дотронулся на мяч. 8 секунд всего владения. Правда, остается у Лока. Проход хвостово, передача. Но не ждал этого паса уже находившийся под кольцом Джонс. Холостует не сработает. Пока это четверть за Локомотивом. Бабурин опережает Остапковича. Передача на план. Свободный Евгений Бабурин. Мячик улетает за конструкцию. Пошла последняя минута. Первая половина встречи. Упустил Локомотив шанс сравнять счет в раннем нападении. По две атаки примерно остается. Еще в первой половине у тех и у других. Еще один фолл Габриэлу, который считал, что играл мяч. Начал спорить с арбитром и получил еще технические разговоры. Но совсем лишние в те остающиеся секунды. Штрафные владения у Автодора. И Минера. Не давлеет сейчас ничто над Минератом. Подбора нет. Можно сосредоточиться. Неуверенно попасть в оба броска. Вот теперь ничья. 20-20 в этой четверти. Это два за фолл. Один технический. И еще владение. Очень сильно подвел Габриэл своих. У Минерата тем временем уже 13 набранных очков в этом матче. Оказалось бы, ничего человек не делает особенного. Просто сражается на каждом участке поля. Ну и заключительное владение Локомотива. Коллинз упускает возможность для атаки. Подставляя собственного партнера. Загнался, что называется. Автодор выглядит поинтересней. Одна секунда. Посмотрим, как воспользуется ей Саратов. Фолл Минерату. 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 41-й командир Тодор. Второй пол. Да, интересно. Игра-то не закончена. Еще получает право на штрафную, судя по всему. Локомотив. Или нет еще перебора командных замечаний. Еще и выброс. Ну да, к сожалению, для краснодарцев не получают они право на пробитие штрафных в этом эпизоде. Такой символический ввод мяча в игру. Счет, скорее всего, не изменится. Никто рисковать не будет. 43-37, разве что выгода в виде персонального замечания Минерату. И мы с вами уходим на перерыв. Констатирую, тут ротенькое, вашему вниманию. Локомотив пока вроде сильнее на подборе, но особой выгоды не извлекают краснодарцы из этого факта. Начинается вторая половина матча. Хвостов Бабурин. Как основные защитники в сегодняшней встрече. Зубов, Джонс и Марди Коллинз. Автодор принимает команду мимо фраце. Начало матча в 20 часов. Обезмячили на приеме мяча Кевина Джонса. Стоктон, Фрейзер, Зубчич. Зубчич на площадке из-за того, что Климента с перебором персональных замечаний пока сидит на лавке. Колесников и Минера от атака издали. Очень дальняя от Фрейзера уже по истечении владения. И еще одна ошибка. Вторая потеря подряд. Мяч не слушается рук Джонса. Вновь улетает вал. Еще раз Фрейзер с мячом. Колесников пока не знает, чего делать. Упирается в Коллинза и мячик теряет. Прет как танк. Можно так сказать до конца. Коллинз. Мимо Колесникова, упираясь все равно в последнего. Набирает таки два очка без нарушения правил. Михайлов категоричен в отношении Бабурина. Второй в лужении Бабурина. Очень цепкий защитник. Он сейчас положил сверху руку. Всегда рассчитывает, что игрок сыграет. Не его, а не он в игрока. Пробежка на этот раз. Коллинз уже был готов критически посмотреть на арбитра. Бастов не извлек выгоду из-за того, что опередил на мгновение сток. Но опять все вернулось к истокам. Еще один проход Димы. И бросок с линии штрафного. Не точно. Бабурина. Зубчища. Пытается тянуться до мячащих. Фрейзер. 8 секунд остается. Неплохо защищается Джонс. Против него. Минерат. На исходе владения. Мимо. 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 С третьей попытки мяч до Джонса доходит. Он подкручивает мяч с обратной стороны кольца. 43-41. Пока не может набрать 2,5 минуты. Автодор очки во второй половине. Еще раз Джонс. С трудом. Но переигрывает защитника. Тем не менее счет сравнивает. 43-43. И уже на ранней стадии. Обсуждали какие-то стратегические моменты. Обрадович пока бережет Вуюкоса. Как пятого номера своего. Не выдаст такой старца на второй половине. Та же ситуация примерно, что в Клименте. Правда, у Юкоса два фола. Мяч уходит от Колюшкина. Но, видимо, с касанием кого-то из игроков локомотива. Открывается Колюшкин уверенно оставляет за спиной Диму Хвостова. Неожиданный перевод на Бабурина. Свободное пространство впереди у Марки Колинза. И добавка, похоже, что да, от Кевина Джонса. Вторым темпом. 45-45. Зубчич. Дошла передача до Минирата. Третий фолл Евгений Бабурин получает. Евгений Бабурин номер четвертый команды локомотива. Третий фолл. Замена в команде гостей. Райан Броков меняет Бабурина. Два командных замечаний у лока. Колесников Фрейзер. Нет, опять фолл на первом шаге. Райан Броков, номер 45-й команды локомотива. Второй фолл. Полешкин на Фрейзера. Еще одна попытка пройти через центр. Колесников отступает. 6 секунд остается. Загружают Зубчича. Тот бьет уже без подбора фактически. Пропустили. Через центр. Свободно. Хвостова. Давно локомотив не вел в счете. Но два очка, конечно, это не преимущество для такого матча. Колюшкин делает то же самое, обыгрывая своего визави. Сравнивая счет. Замена в команде гостей. Закончился еще один матч. Единой лиги ВТБ в гостях. Минский Цмоки. Обыграл Парму. Со счетом 67-61. И Уникс уже начал свой поединок с ВФом дома. Пока 13-10. У нас середина третьей четверти. 47-47. Марди Коллинз прорывается со своей половины площадки. Протащил мяч. 49-47. Пробежка. Уверенно защищался Зубков. Или Ивлев. Кто там был на последнем рубеже? Посмотреть бы. Еще раз. Внизу мяч выбивает у Минерата. Замена в команде Автодор на площадке Артема Клименко. Судя по тому, как тяжело удышит Зубков, именно он был. Замена в команде гостей. На площадке Ян Гуйобас. Клименко Минерат. Очень опасный сдвоенный центр. У Автодора. Женя издалее. Бачковая попытка. Борьба на щите Минерат выигрывает у Зубкова на этот раз. Тактический фолк. Третий для Райана Бророва. Номер 40. Командир Локомотив. Третий фолк. Замена в Автодора. И четвертый, по-моему, для Локомотива. Ну, рановато. Рановато. Каррера просит мяч. Фрейзер держится за голову, показывая, как наугольный, как задели. И его Броков, тем временем оставленный абсолютно без присмотра. Второй раз бьет точно издали в этом матче. И 52.47. В пользу Локомотива. Колюшкин. Подбор после собственного промаха. Минерат. Оставляет мяч Максу. И здесь забыли Фрейзера. Там не то что в бэкдор. Действительно проходной двор получился сейчас. Брэнт Фрейзер номер 2. Команда Автодор. Первый холл. Замена команды Локомотива. 49.52. 3 минуты 5 секунд до конца третьей четверти. Женя. Броков Новый Юкоса. А тому помешал. Старий Зубков сейчас в этой куче Мале. Наверное 50 на 50. Здесь решение. Майкл Каррера номер 42. Команда Автодор. Второй холл. Крайним нашли Карреру. Потому что у Клименко это был бы четвертый холл. Янго Юкос уверенно реализует два штрафных. Я думаю все свои штрафные Автодор, простите, Локомотив промахнутся в первой половине. Клименко сколачивает мяч отберегив у Юкоса. 51-54. Поменялись в эту четверть короляльной команды. Дженнинг никак не попадет сегодня издали. Еще один холл. Кто на этот раз цеплял? Сидя на пятой точке Клименко. Третий холл Майкл Каррера. Нет, Каррера третий холл. Да, вот за локоть хватал. За правый у Юкоса. АПЛОДИСМЕНТЫ В Юкос, похоже, пока забрасывает только со штрафных в этом матче до 5 из 5 штрафных. Не поспевает Дженнинг за мячом. Еще один секунд к владению Автодора. Колюшкин с Большим сейчас играет И выигрывает эту дуэлю своего друга Андрея Зубкова 54-56 вновь обостряется ситуация в матче Брокхов через Луюкоса против Климента Дальняя атака и Дмитрий Хвостов возвращает все обратно к пятиочковому преимуществу Лока 59-54 Сверх дальняя атака, это Каррера бьет издали и попадает Перестрелка на периметре Чем ответит Локомотив Последняя минута третьего периода Слишком уверенно, я бы даже сказал самоуверенно Дима Хвостов набрасывает мяч на кольцо, но не прицелился он в этом моменте Каррера мажет Ситуация, когда сложно промахнуться Вуюкос здесь провалилась защита Не вернулись большие Вуюкос бьет сверху 61-57 Первый мяч заброшенный с игры Яном Вуюкосом Каррера здесь рисковал получить свой четвертый фул У Юкоса на последнюю защиту убирает на всякий случай Абрадович Чтобы не получил тот третьего персонального замечания Ну в любом случае Локомотив эту четверть выигрывает И еще имеет, кстати, 7 секунд на атаку Фолы опять-таки пробивные И Клименко получает четвертый фул Пятый фул Артем Клименко Пятый Клименко в запасе Вместо него Зубчич 25 фолами или с четырьмя Закончился третий период матча Плюс четыре И по итогам Десятиминутки Плюс десять 24-14 Автодор При проценте попадания Хорошем 5 из 7 с игры При результативной передаче Во всяком случае Сравнение с топом У которого Ноль Атьков И 24 передачи Это действительно Достижение И Максим доказывает Что он достоин Большего времени На площадке Чем его американский коллега Пусть и сын знаменитого отца Заключительная четверть Начинается при счете 57-61 В пользу Локомотива Здесь фолы Судя по всему Да Игроку Локомотива Марти Коллинз Подталкивал Карреру В борьбе за отскок Второй фол Локомотива Коллинз 16 очками Лидирует 13 у Джонса Еще один промах С близкой Дистанции Мэтт Дженнин Пока в этом матче Выпадает У него 0-7 С игры Здесь блокшот эффектный Каррера Ставит Зубкову И легкие Два очка Ника Минерато 59-61 Марти Коллинз Не делится с Дженнин Ну и наверное правильно делает В этой ситуации Трехочковое попадание Раз уж у Товарища по оружию Сегодня не идет совсем Не стал портить дальше Статистику Мэтту А свою улучшил 54-59 Фрейзер Коллинз получает Третье персональное Замечание Коллинз Номер первый Командарь В третий пол Замечание Коллинз Бабурин Брокхов Ведущие игроки Близки Близки к перебору Стоктон вернулся Вместо Колюшкина Нет Вместе с Колюшкиным Интересно Посмотрим в паре Как будут выглядеть Зубчич на Минерато Перед ним Брокхов А Колюшкин Добавляет мяч В этой борьбе 61-64 И тут же нарушает Правила Против Мэтта Джейнга Извиняется Перед своим Прошлогодним партлером Второе персональное Замечание Макса Короткий пас На вход От Хвостова На Кевина Джонса Улучшил Локомотив Процент попадания Во второй половине Аккуратно Стали действовать Нападение Не дали сейчас Арбитра Персонального Замечания Хвостову Предоставив Эту атаку Зубчичу Но тот промахнулся Так что В принципе В пользу защиты Было Это судейское Молчание Локомотив В ответ Теряет мяч И тут же Перехватывает Этот момент Остался за кадром Два очка За счета Любые Если бы попал Дженнинг Но он мажет Восьмой раз Уже в этом матче Теперь Четыре с дальней Четыре со средней Девятая попытка Наконец-то Да И сам на себя Злиться Ну что Не твой день Говорит Обрадович Но тем не менее Два очка есть Второй тайм-аут 7 секунд Еще играть В основное время Колюшкин С мячом Теперь После передачи Стоктона Очень издалека Борьба в воздухе Выигрывает Каррера На мини-рата Передача Трехочковая попытка Здесь фолы Третий фол Получает Максим Колюшкин Фол на потерянном мяче Это называется Максим Колюшкин Номер 15 И командарь Третий фол Защитил уверенно Этот подбор Андрей Зубков Быстрые короткие передачи Но никакого обострения Пробежка Оторвал опорную ногу Дима Хвостов Или даже два видения Там было В этой суете Ошиблись Краснодарцы Краснодарцы Успевает к мини-рату Кевин Джонс Для Джонса Третий фол Каррера Здесь на штрафные Станет Майкл Стоктон Четвертый фол Кевин Джонс Номер 5 И командарь Джонс получает Два персональных Замечания подряд И вот-вот Оставит свою команду Как это уже сделал Артем Клименко Майкл Стоктон Левша Майкл Стоктон Два штрафных Первый свои очки набрал В этом матче Михаил Иванович Броков в лице Вуев под На Зубкова Очень тяжело В окружении Четырех игроков Но Дженнин На три секунды Дают Габриэлу Попал Зубков Но Уже после свистка Непростая ситуация Пять очков Всего преимущества Не гарантирует Начать успеха Локомотиву Но Автодора Тоже нужно Внутреннюю энергию Изыскать сейчас Пробежка Устоктана Раз Быстрые шаги Подтягивание ноги Не всякий арбитр Разберется Райан Райан Броков Выигрывает Выигрывает Зубков Устоктан С этой точки Было не разглядеть Хотя в итоге В итоге В итоге арбитры отдают мяч Выписав персональное Четвертую полу Много свистков Много штрафных бросков Может быть на штрафных Может быть на штрафных И определится сегодня Победитель встречи Да-да-да-да-да-да Уважаемый Марди Коллинз На штрафных 69-63 Стоктон Набирает Два очка В проходе Первый мяч Заброшенный с игры Майклом Стоктоном И плюс один У Кенни Габриэла Четвертое персональное Замечание А этот фул Уже Стоктона Майкл Стоктон Номер 20 Командарь на душе Третий пол Заполненные трибуны Мы с вами видим Но притихшие Поскольку команда уступает Голюшки Хитрец Вылетел из-за спины И Благодаря Колюшкину Состоялась Результативная Атака Минерата 67-69 И вот трибуны Сбиваются Почувствовал Жареное Пристреленная позиция Но промахивается Промахивается Зубков Пятый фул Приглашает трибуны Присоединиться К протесту Макс Колюшкин Но арбитры Неумолимы Второе удаление В Автодоре Вслед за Клеменко Покидает Пределы площадки Уже до конца встречи Максим Колюшкин Который провел Тем не менее Прекрасный матч 16 очков Три подбора Четыре результативные передачи И один перехват Опять один штрафной из двух Реализует Коллинз У Марди Коллинза 21 очко Перехват в ответ И убегает Быстрый отрыв Райан Броков И бьет сверху Вместе с рукой Фактически Минерата 72-67 Десятая очка Райана Брокова Подбор на своем щите Выиграет тот У кого хватит ресурсов На эту концовку Человеческих ресурсов Именно о них Я сейчас говорю Дженен На плечо Принимает мяч Но забывает Про ноги Андрей Зубков Ноги двигались быстрее Чем руки Не обработал мяч Не смог обработать Андрей Зубков Три минуты Ровно остается Минус 5 очков Проиграет Автодор Фрейзер Один на дуге Промахивается Неплохой вход И здорово Прячет мяч У пояса Доставая как будто Из кобуры его В последний момент И Контрольный выстрел Совершая Мэтт Дженнин Минерат Танцует В трехсекундной зоне С Габриэлом И пятое Персональное замечание Кенни Габриэл Фол на первом шаге Первый удаленный В составе Локомотива Но уже 5 командных есть И Минерат Встает на линию Штрафного броска 18 очков У Мика Минерата Очередная игра Судя по всему 20 плюс будет у него Похоже на то 19 очко Одно дальнее попадание Разделяет соперников Впереди Так где-то я Выпустил 2 очка Все-таки 2 владения Коллинз И очень важный подбор На чужом щите Габриэля Который опережает Зубчища Не Габриэля А Джонсон Габриэль У нас удаленный Очень дальняя атака Еще возможность Побороться за подбор Но фол Получает Андрей Зубков И соперник Пешком Отправляется Пробивать штрафные Вот сейчас Появляется Возможность У все того же Минерата Сократить Отставание До 3 очков 21 очко Минерата Он догоняет Марди Коллинза И опережает его А теперь 71-74 Каждая атака На вес золота Как для тех Так и для других Широко стоит Автодор 3-2 зону Марди Коллинз И подбор Зубкова Ай-яй-яй Андрей Зубков Упускает Возможность Ну конечно Непобедные очки Набрать своей команды Но опять же Позволяющие Рассчитывать На победу Фрейзер Шаги нельзя делать И Спорный мяч Очередь владения У Краснодара Фактически Фактически Потеря Так что где-то В крепких Середняках Пока вынужден Находиться Локомотив Но постепенно Постепенно Находит свою игру Учитывая Кадровые перестановки В тренерском штабе Прежде всего Потеря рочести На 2-3 недели Марли Коллинз Неточный бросок Средний Ровно минута Остается И все еще Может случиться В этом матче Вплоть до Дополнительной Пятиминутки Фрейзер С мячом Колесников Мини-Рац А средняя бьет Точно Уверенно 73-74 Сейчас получается Примерно Две атаки У Локомотива И одна У Автодора Лока Непременно Нужно набирать очки Если он хочет Рассчитывать на победу Основное время И потеря Броков Изо всех сил Показывает Что его придерживали Третий И последний Реализовал 10 из 11 Штрафные 27 секунд Всего Остается играть То есть У Лока Фактически Не остается Владения Но есть Тайм-аут Абрадовича До конца Тянет время Фрейзер Проходит И зарабатывает Два штрафных Абрадовича Минимум Минимум Овертайм Да 74-74 Тайм-аут Локомотива И попытка Выиграть Этот мяч В основной В счетах В составе Обе Команд Итак Прист Конференции Итак В центре Локомотива Выбрасывает Мяч 5-1 Десятая Что же там Такое Рисовал Абрадович Что команда Почти освободился Действительно Джонс Зачем так Суетиться Открывался Для передачи А в итоге Не ждал ее Итак Колесников И Фрейзер Хватит ли Этих 5-ти секунд Автодору Коллинз Пытается Не дать Получить мяч Фрейзеру Разгон Атака С дальней Дистанции И В дужку Дополнительная Пятиминутка Ждет Нас Нас С вами В поединке На следующей неделе Смотрите Поединок Автодора С Лиманом На каналах Холдинга Матч И внимание Спортивных Журналистов Сразу К кончанию Матча Пресс-конференция В пресс-центре Ватназборная Карера Колесников Атакует Из-за дуги Успевает Выбросить Мяч До приземления Хвостов Руки Брокхов Сначала В матче Автодор Локомотив При счете 74-74 Коллинз Осоченная Траектория Борьба Возвих Которую Выигрывает Минерат Зарабатывая Свой пятый Подбор Пока Он Отстает От нападения Лениво Приходит Остается На дуге Здесь За ним Присматривает Зубков Карера И подбор Джонса После промаха Устали И те И другие Не очень Много Мысли В нападении Атака Очень дальний Андрей Зубков Зубкова Пока Он По нулям В этом матче Остается Ноль из восьми Полукрюх Мимо Полторы минуты На холостом ходу Девятая 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 Неточная Атака Зубкова Он бьется За подбор И здесь Фолы Подсечка У Кареры У которого Четвертое По-моему Персональное Замечание Четвертое 14 секунд Владение Еще есть У Краснодарцев Еще один игрок Повисает На грани Удаления Ну и штрафные Уже бьются Да Перебор Карсональных Замечаний У тех И у других Андрей Зубков Наконец-то Открывает Свой лицевой Счет 75-74 2 очка 10 подборов Зубчич 3-очковый Атака И промах Фол Дмитрию Хвостову Против Большого Дмитрий Хвостов Номер 13-й Игра Дмитрий Хвостов 3-й Фол Зубчич Зубчич До этого Тоже Не набравший Ни балла За результативность Устремляется Вслед за Андреем Зубковым И тоже Уверенно Исполняет Штрафные 76-76 А две минуты Уже сыграно В пятиминутке Очень активно Обороняется Саратовский Автодор Зубков Атака Уверенный Подбор Зубчича Прицел Никак не налаживается У Андрея Десятая Безрезультатная Атака Это Зубчич Атака После собственного Подбора Дженин Никак Никак не удается Здесь что Толчка не было Толчка не было Но аут Пользуя Локомотиву Поскольку Зубков Меча не касался Марди Коллинз Обыгрывает Один в один Фрейзера И обокрал Сейчас Карреру Три в два Локомотив Бежит в нападение Оставляя в итоге Позиционный Розыгрыш Коллинз И в ближнем Бою Разворачиваясь Кольцу Кевин Джонс 80 на 76 Второй По результативности Игрок Локомотива 17 очко Набирает Обокрали Вдвоем Зубков С Хвостовым Зубчича Тот почему-то Перекрестился Да Да уже не слушается Мяч Зубков Джонс И Аккуратный проход Мэтта Дженнинга Второй Седьмой Седьмой Подбор Кевина Джонса Коллинз Оставил мяч У себя Так По-джордановски Подобравшись Кольцу 84-76 Общество Локомотива Он может Стать четвертым игроком Локомотива Набравшим Десяти Були очков В этом поединке Что и делает Первым же штрафным 87-79 88-79 11 очков У Хвостова Три подбора Три результативные передачи Лучшим раздающим Сегодня стал Мэтт Дженнин В локомотиве Пять ассистов Небольшая пауза Непонятно Чему посвященная Не удалось Отстоять сегодня Автодору Свою площадку Хотя и Сражались Перевели игру В овертайм Мини Рад Очень издалека Зубков Заслуженно Ставший лучшим На подборах Берет свой 12-й подбор Так и не попав Ни одного мяча С игры Тем не менее Андрей Зубков Очень здорово Как капитан Помог своей команде Сцементировал Игру